Поделиться опытом и объединить усилия. В Нижневартовске прошел слет поисковых отрядов, которые открыты на базе городских школ, а также учебных заведений Мегиона и Лангипаса. Какие вопросы обсуждали бойцы и их руководители, знает Жанна Кузьмина. Трак от танка, который привезли с последней поисковой экспедиции с Волгоградской области. Звено гусеничной цепи. То немногое, что осталось от советского танка. Его обнаружили недалеко от села Варламово в Волгоградской области. Во время войны там танками была проложена дорога и шли кровопролитные бои. Возле техники поисковики нашли и подняли останки 30 человек. Сейчас искателям предстоит кропотливая работа по восстановлению их имен и фамилий. Мы как раз подняли медальон уроженца Иркутской области. Это города Тайшет Ефименко Иван Филиппович, 19-го года рождения. Он предположительно погиб в 1942 году летом. Мы практически вышли, откуда он призывался, буквально в течение двух часов, на родственников. За год поисковики провели колоссальную работу в местах ожесточенных сражений. Обнаружили останки павших красноармейцев. Волгоградская, Ростовская, Ленинградская области, Крым, Подмосковье. Вот далеко не полный список мест, где работают югорские отряды. Своими впечатлениями и опытом они делятся на слете, который традиционно объединяет следопытов из Нижневартовска, Мегиона и Лангипаса. Возвращая имена героев, вы даете возможность родным и близким обрести места поклонения героям Великой Отечественной войны. Вкладывая большой вклад в развитие подрастающего поколения, в воспитательный процесс, безусловно, вы формируете гражданские качества молодого, взрослеющего поколения наших учащихся. Педагог Василий Тропанец руководит школьным поисковым отрядом. На раскопке впервые вместе с ребятами выехал 4 года назад и с тех пор не мыслит себя без экспедиций. Почтение, конечно, у нас неимоверное. И то, что, как говорится, мы уже там поднимали много бойцов. Но у нас именной боец, по котелку мы определили, по крайней мере, Хусаинов, оруженец Одесской области, еще мой земляк, можно сказать так. В ходе полевых работ следопыты находят и возвращают родственникам солдат утерянные награды. Подобный опыт особо ценен для новичков. Каждый год к поисковому движению присоединяются десятки школьников со всего округа. Жанна Кузьмина, Ирик Абдулганиев, Вести Егория, Нижневартовск.